Ну, начало с того, что посторонние люди появились в городе. Они начали привлекать местных. Даже те люди, которые вместе с ними работал, пошли. И что интересно, тот же самый завод нефтеперерабатывающий, на котором я работал, платил им за то, что они были, так называемые, ополченцами. Я разговаривал лично с человеком. Я говорю, а как ты? Ты же денег не получаешь, а я получаю. Мне лично хотели машину разбить. Я ездил на работу, на своей машине выезжал на рынок, ставил машину возле знакомых девчат, ларек. Я ее оставлял, а сам вахтой уезжал на завод. И в один прекрасный момент я приехал. Мне девчатка говорит, Сережа, убери машину, больше не став, потому что у меня флажок висел в Украине. И на капоте была наклеена у меня Украина. Я перестал ставить. У нас начали машины пропадать. Почему-то появились такие убогие машины в городе. Я их никогда не видел. Даже мой знакомый, который ездил на хорошие иномарки, в магазин захожу, говорю, привет, привет, а где ты взял эту машину? А он говорит, да это я-то взял кататься. А свою я заховал. Наш город поделили на три группировки. Каждый день какой-то был грабеж чего-то. У меня знакомый говорит, ну почему, ну ты ж видишь, работают же люди. Ну а что, ограбили, а утром нашли. Я говорю, слушай, родной, ну почему, говорю, при власти не было таких грабежей? А тут, говорю, да они сами, говорю, воруют, а потом, говорю, находят. Я говорю, какого-нибудь наркомана или алкаша подставили, да и все. У меня сосед был наркоман, в царстве ему небесное. Они его забрали с собой окоп и рыть. Он с Луганска пешком пришел. Моя супруга была на работе, вот, я просыпался и забирал ее. Она звонит мне то ли в пять, то ли в шесть утра и в телефон. Она говорит, Сереж, война. Я говорю, что не понял. Хотя, уже предупреждали, что будет война. Вот. Сын говорил, что движение идет на границе. Ну, один из больших взрывов был, это прилетел снаряд, видать, по нашим же наводкам, ну я имею в виду местных. Это вылупили, они, то ли какая-то установка стояла. Она ниже стояла этого общежития нефтехимика. Вот. Что в эту установку попал снаряд, четко попал туда снаряд. И повылетали в этом девятиэтажке окна там, дуже хорошо. И в этом ресторане тоже окна повылетали. Вот это был очень сильный взрыв. Вот. Потом на, там, на второй, на третий день лупанули. Они хотели, видать, попасть в телевизионную вышку, а попали в магазин, в этот городок. Он сгорел. И моего знакомого, его одна хата осталась целая, все вокруг, короче, он там даже мне фото присылал, он и видео, как он соседке помогал, ногу перебинтовывал. Он показывал ее дом, ничего не осталось. И вокруг него, короче, ничего, все разбитое, а его одна хата осталась целая. Моего знакомого магазина в вокзале стоял. Там прилетало возле магазина, ну, в магазин разграбили. Это мне взять, сват говорил. Вот. В вокзал прилетала, там воронка хорошая. Ну, проблема была в деньгах. Их не просто было обналичить. Это нужно было простоять в очереди, в кассе, чтобы обналичить какую-то сумму. Ничего нигде не работало уже. У нас даже в первый, на третий день у нас эвакуировалась полиция. Первый день я пошел, я снова хотел, ну, я на пенсии, я снова хотел пойти работать на водителя и обходил больницу. И мне нужно было как раз 24-го забрать справку медицинскую, как водитель. Все, их уже не было, они уже эвакуировались. Ну, это, я не знаю, как городская поликлиника, это была частная больница, не больница, а поликлиника богатыр, так называемый. Там проходили мы это, это же медицинские осмотры, все такое в этом. Все, их уже не было. Скорая работала, скорая нормально работала, все. Мы были все это время у кумовей, у них как бы двухэтажный дом и первый этаж, полуподвальное помещение. И мы у них все время были. А у нас летом, в 2014 году, после 2014 года у нас погреб начал течь. А сына погреб мы отдали соседям, у них детей много. И мы дали разрешение, чтобы они вховались в погребе у сына. Мы 12-го числа уехали, потому что я уже не хотел оставаться так, как было это в 2014 году. Потому что это не тяжело, когда над тобой слетает. Мы первый раз, мы сначала сразу решили выехать. Мы выехали, а потом вернулись. И когда мы возвращались, была очень перегруппировка. И перед въездом в город мы спрашиваем у военных, что там в Лисичанском. Они говорят, все, туда уже россияне зашли. Я говорю, так быстро. Но мы все равно поехали туда. Там не было еще россиян, были все наши, и бои как раз шли в Северодонецке. Стоят стены, а что только. Снаряд, когда прилетел, там несколько было прилетов именно в наш район. Потому что первые несколько дней там базировались наши хлопцы. Именно в нашем доме. У нас даже есть фотографии, которые, как они там проживали. Они даже поскручивали ковры. Они взорнули все это в одну сторону, чтобы ничего там не вымазывать, ничего. И видать, наверное, что кто-то из местных, может, дал ориентировку, чтобы прилетало хорошо. Рядом дом сына. Тоже в сыну прилетело, что ворота полностью на дом залетели. А у меня вылетели рамы, окна все побитые, угол стены и крыши. Сват приезжал, с забора снимал шифер, там на огороде мыши у меня. И он перекрывал. Койшу сам там где-то привозил. Он перекрыл крышу, чтобы не затекало нигде ничего. А все остальное он просто позабивал. Двери, двери металлические. Ну, он говорит, я приезжаю, говорит, все скрыто. Постоянно скрыто. Потом жили россияне у нас. Но после того, как прожили россияне, у нас ничего не стало. Всю жизнь, как говорится, жил-жил, чтобы что-то сыну осталось, дочке осталось. Все, внимание, ничего абсолютно. С чем уехали, теми и есть.